доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и это маленькое видео посвящено нашим программистам они взяли на себя повышенное обязательство выполнить пятилетку за три года и соответственно обновили немножко обновили дизайн нашего сайта я давно на нем не был признаться несколько дней и вот в очередной раз значит программисты у нас решили показать себя на главной странице мы сейчас с вами находимся и на этой главной странице появились на мой взгляд в общем-то неплохие такие кнопочки в некотором смысле дизайн привел к тому что понимание сайта что с ним происходит где что находится стал более понятен соответственно вот такие кнопочки если мы нажмем на одну из этих кнопочек мы попадем в определенные разделы посвященные нашей продукции программисты решили вынести на первый план значит аппаратно-программные комплексы программные тесты наших опять же не веб-разработчиков а наших программистов тех которые разрабатывают именно программы соответственно здесь появилась кнопочка программы тесты для психологов дифференцировали на качественные методики количественные методики и детские методики по запросам мы видим чем больше всего вы интересуетесь уважаемые видео слушатели психологи чем интересуются какие запросы они к нам по каким запросам они к нам попадают ну давайте попробуем нажать на первую кнопочку программы и тесты для психологов. Нажимаем на эту кнопку и попадаем в раздел автоматизированных методик. Так вот он выглядит. Здесь справа в меню представлены все наши методики автоматизированные, в частности это психофизиологические пробы, таблицы Шульте, ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, РДО реакции на движущийся объект. Далее идет раздел диагностика интеллектуальных способностей, куда входят два теста, которым можно пользоваться в Российской Федерации. Это краткий отборочный тест и прогрессивные матрицы Равена. Далее идет патология личности и самый главный основной наш инструмент, без которого не может обойтись ни один психолог, это Миннесотский многоаспектный личностный опросник в варианте Березина на 377 утверждений ММПИ СМИЛ. Именно этой и только этой методикой, я не устану об этом говорить в каждом своем видео, посвященном тестам, можно пользоваться при всем моем уважении к Людмиле Николаевне Собчик, ее методикам, разработкам каким-то, но на данный момент единственное, чему можно доверять, что адаптирован на клинической практике и действительно выявляет патологию, прежде всего, это для медицинских клинических психологов. Это именно вариант на 377 утверждений Березина. Далее идет любимейший мой тест, проба Рубинштейна, самооценка по Домбу Рубинштейну, НПУ, УНП, мы их используем в связке в своей работе, эти две методики обязательно, они очень хорошо работают именно в комплексе друг с другом. Далее раздел личностные особенности, это 16-факторный опросник КТЛ, вариант С, и только он не А, Б, а именно вариант С у нас автоматизирован. Далее идет уровень личностной реактивной тревожности Спилбергера Ханина, идеальная, абсолютно точная методика, работает на 120%. Далее, обожаемая мною методика УСК и менее методика, обожаемая мною Томаса. На мой взгляд, она показывает не очень хорошие результаты, ну так в процентном отношении достоверность этой методики составляет порядка 95%. Не всегда она точна. Далее идет у нас вспомогательные методики, а именно анамнез, что крайне важно и убыстряет, и ускоряет, и формализует работу любого медицинского клинического психолога, да и просто любого психолога-диагноста, это экспресс-анкета «Краткий анамнез». Замечательно работает, продумана и сформирована она на протяжении многих лет нашей работы, там порядка 7-8-9-10 лет. И вот появилось такое программное средство, которое позволяет делать это очень быстро, собирать анамнез, расщелкивать там какие-то галочки, чекбоксы ставить и быстро сформировать анамнез, который тут же можно распечатать, вклеить, значит, с графиками, с какими-то диаграммами, вклеить в историю болезни или куда-то еще в какой-то журнал и так далее, в карточку пациента, клиента. Далее идет оболочка автоматизированная система SLPFO, она объединяет себя, вот все эти методики вместе взятые, то есть можно создать при наличии такой оболочки, обратите внимание, стоимость ее составляет бешеных 44 тысячи, но она включает в себя, эта оболочка, все вот эти методики. То есть можно, приобретя эту оболочку, скомпоновать какую-то процедуру обследования для определенных групп, допустим, для спортсменов. Будет одна программа тестирования, для работников атомных предприятий будет другая программа тестирования, для водителей третья программа тестирования, для летчиков четвертая программа тестирования и так далее. Ну и куда же без этого, это автоматизированное заключение спектр. Она позволяет очень быстро формировать заключение по нашим методикам. Тестируем, собираем анамнез, пишем заключение. Более ничем в Российской Федерации пользоваться нельзя. Других каких-то тестов, методик я не приемлю. И мои коллеги, собственно, тоже. Мои коллеги не только с кем я работаю непосредственно, но и удаленные какие-то товарищи, коллеги действительно, друзья, с кем я общался на протяжении более 20 лет, и с кем я сотрудничаю, работаю многие-многие годы. Заведующие лабораторией, клинические психологи, детские психологи, спортивные психологи. И все мы сходимся во мнении, что вот этим пользоваться нужно и можно, и без этого никуда не деться, без этих методик основных, и не более, и не менее. Меньшее количество ни в коем случае. Большее количество трудно себе представить какую-то еще необходимую для качественной работы психологу. То есть лучшее, большее, враг, хорошего в этом случае. Здесь у нас представлены все необходимые методики, автоматизированные. Соответственно, стоимость их не очень высока. Обратите внимание, мы делаем скидку. В среднем, получается так, при каких-то договоренностях, когда мы поставляем 2, 3, 4 методики, в среднем это обходится человеку в 5100 рублей, в 4500, ну и так далее. Скидки подчас составляют достаточно большой процент, существенный. То есть если нам пишут и говорят, мне надо это все именно в комплексе и для исследований каких-то, там защиты кандидатской, еще чего-то, чего-то, чего-то. Вот, пожалуйста, значит люди покупают весь комплекс и пользуются. Ну и соответственно мы всегда идем навстречу. Цены не ломим, стоимость невысока всех этих вещей. Это автоматизированные методики. Думаю, что в следующем видео я покажу вам количественные или же качественные патопсихологические методики. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.